так что мы вот видите я не знаю откуда вода взялась я проверял все по-моему все культурки целые откуда вода взялась в пакете я так и не понял так здесь самое главное не сделать тошику с этими с пробирками где постирались надписи вот смотрите я сюда давал клетки эти сделалось почти как это да это лимонная вот здесь вешенка наросли почти как как гель сделались ну и видно что рост происходит вокруг центральной тому части то есть кругом нарастает колонии такие это лимонная так потом сейчас отдельно это королевская вешенка тоже мы пока везли было тепло тут она тоже позарастала единстве я не знаю как как нам пары промаркировать сотрутся надписи и все это выбросить так мокрые пакеты какой-то да какой-то конденсат образовался вот с рейшами здесь что-то не совсем понятно мне кажется там на рейшах точно есть клетки живые вот смотрите рейши я бросал на значит на пробирки вот эти же самые палочки тогда же сюда и запечатал этот пакетик росли у меня очень хорошо на на этом на пробирках росли хорошо здесь они что-то показывают как такие спящие я думаю там есть живые клетки нужно просто нагар просить на рейши я бы вам сказал ну не знаю как в этом к этим лечебным грибам эти трутовики хорошая благодарная штука он очень стойкий там всяким триходермом делаете блок и да и где-то полгода на них вот эти наросты постоянно будут расти и расти вот эти рейши собираете высушить ко мне ничего не нужно не просто там там где рыба сушилась вот в посевном да да ничего не поливать они сами по себе никакие как ибо это трудовик нарезаете его сырым потом деревянный такой становится что уже ничего не делать и просто высушить все делается чай хорошие очень прекрасные грибы что это это герицы вот смотрите палочки пока приехали видите уже сейчас мы как-то придумаем как как но чтобы не потерять и чтобы не забыть если сотрется то потеряем просто саму культуру понятно что вот герицей видите уже к приехали во грибы уже говорится какой-то мощный такой температура 13 раз в холодильнике положить просто в холодильник если в разработку не хотите пока пускать то что там будет или афанасий другой вариант наделайте шкантов вот здесь хорошо зарос вот видите сама культурка вот это же он просто жидкость и рецидат просто на жидкость и они будут храниться так пакетика какие шприцы даже безопаснее но все равно хранить лучше в холодильнике чтобы они сильно там не разрастались то есть там рост их нежелательный шиитаки но шиитаки вот это я скажу культура то есть сама культура я с ней не работал разработку не пускал то есть я так и какую-то характеристику что к чему не могу за нее рассказать потом что это королевская вешенка то что я вам рассказывал мощный мицелий мощный мицелий и клетки здесь есть вообще да значит королевская вешенка но королевской вешенки я взял тут получилось аж 3 вот видите видите три серии и это королевская вешенка и вот эта королевская вешенка это 3 откуда же вода идет конденсат по-любому что конденсат потому что вот пакетик вот целый иначе как а вот королевская вешенка значит три разных штамма нужно просто запускать их как берете пробирки каждую отдельно высаживаете к и каждую отдельно пишите королевская вешенка серия 1 королевская вешенка серия 2 и здесь здесь 2 там 2 это серия 3 и просто какая будет лучше всего расти вот и пускать в разработку где хорошими цель но я из какой из них по моему что из этой я вот рассказывал вам что это вот полно там клеток значит я из этой до делала на на палочках то есть растет он просто за три дня просто огонь королевская вешенка вся та же самая технология никаких там самый только меньше блоки делать и все растет тоже прекрасно те другие я не брал потому что розовые у вас по моему есть вот это лимонная вешенка я ее тоже на всякий случай взял ну вот смотрите я зал 33 варианта вот собрал все чистенько эти хорошие палочки то есть а уже дело техники знаете что к чему ничего нигде не написано есть там фотография как он выглядит красиво там такие мокрые эти желтые опята и на ком-то пеньки там не особо кто где их выращивают то что-то я не буду говорить то чего не знаю просто я да где-то библиотеке пусть будет вот относительно вообще лаборатории просто я не знаю у вас афанаси получается вы между прочим там хотите параллельно основного занятия заниматься лаборатория тут так не получится это то есть цеха не не так не получится это же не они не означают что бросается скорее всего там просто вас заменить никого в цеху такого опыта и знания и вот этого всего больше такого человека нет поэтому времени такого не будет ну вообще если вот полноценно дать это должен быть человек который будет заниматься полностью лабораторией и больше ничем не будет заниматься но и но все остальное это то что как все занимаются но вот он лаборатории должен знать потому что здесь много пробирок здесь много учета здесь много культур здесь много серии эта голова должна быть занята этим они кроме всего прочего, когда покормил кур, гусей и все остальное, а ну-ка я пойду там еще и пробирки посею так не будет поэтому лабораторию надо понимать если к ней относиться полноценно и понимать ее абсолютно как столярный цех тут ей ничего не чуждо она тоже самостоятельная, какая-то сектор работы который будет производить там 200-300 или тонн килограмм мицельния который можно будет продавать, и это должно работать отдельно, как этот механизм а так вот между прочим что-то вот и между прочим что-то будет но однозначно я вам скажу, что так вот между прочим совмещать у вас не получится ну получится, мицель и в этом сделайте вот так как для себя, ну будет как есть, такое мое мнение то есть надо надо было... если бы я тебе помогала еще, ты бы очень многое сделал... не, ну я берусь за какие-то проекты, тоже за какие-то исследования вот, например, разработку беру какие-то новые штаммы я просто физически знаю, что я не успею довести это до конца или испорчу, или оно просто стоит где-то в холодильнике я знаю просто, ну нету, вот у меня нету лишнего времени заняться еще этим направлением нужно шаблонно штамповать то, что рутина... да, рутина надо просто делать и делать и делать и все и это работает и в принципе этого достаточно но все остальное, если было бы еще одна голова и две руки то они бы могли бы проблемно помогать или делать хотя бы там, или пакеты или что если самому приходится все делать, то... это много работы... это... лаборатория... вот мицели это занятость на полтора человек здесь вот работать должны полтора человека один должен всегда помочь, если что-то нужно то есть даже те пакеты наклеить, банки помыть простерилизовать, фильтры напихать это та вот рутина, которую должен кто-то другой делать пока ты сеешь, пока ты с пробирками занимаешь пока ты стерилизуешь, пока другое тут вот на лабораторию на полную занятость должно быть полтора человека два много Афанасий, я бы у вас работала, я бы вам помогала, но только у него нет потому что, ну знаете, как у мужа это не работает не, такое пробование, это не это самое мы если занимаемся разными видами деятельности это не подходит, то есть так не семейный я на субстратном, он в лаборатории, и все нормально а если вместе, нет, в лаборатории нет мне не нужен, например, вот мне не нужен работник когда он постоянно задает вопрос, зачем мне нужен работник, которому говорят сделает делай и он ничего не спрашивает, просто делает и не спрашивает, зачем если нет вопроса, то уже начинает сказать давайте сделаем еще что-то там давайте отдохнем давай там что-то еще такое давай кофе попьем, ну да пошли кофе пить потом а давай еще кофе одного пьем ты мне уже надоел, давай, давай Нет, потому что, вот я говорю, в этих семейных подрядах постоянно приходится... Надо дать паузу, да? Да. Что это? Почему они случились? Пебеут. Интересно.